Вопросах вашей кожи. Мы будем обсуждать разницу между папилломами. Мы с вами поговорим о том, чем отличаются бородавки. Если мы видим на коже родинки, какие родинки являются опасными, как их удалять, от чего они берутся, и все, что связано с вышеперечисленными кожными, доброкачественными клеточными образованиями. Поэтому, пожалуйста, все ребята, которые у нас обычно беспокоятся, осматривают кожу, прям всячески контролируют, давайте мы сейчас посмотрим этот ролик. Обязательно подпишемся, если вы не подписывались. Для тех, кто с вами не знаком, тут Алексей Воронин, автор, ведущий диетолог, уже очень много лет работаю в курсе по гомарафонам, имея лицензию Минздрава Чешской Республики. Мы консультируем ребят по всему миру и вооружаем, расследуя анализы, исследуя, консультируя на предмет. И кожи тоже, регулярно, постоянно. Я сейчас с вами вхожу в этот прямой эфир. До этого весь день, ребята, вот у себя в студии, здесь работая с анализами крови ребят, которые к нам пришли лечиться так или иначе от разного рода вопросов. Поэтому я вас приглашаю, если у вас есть желание своим здоровьем заниматься, под видео. В YouTube вы раскликиваете описание, и в Instagram самый первый пост, инструкции, как нам на ближайший сезон попасть в оздоровительный курс по гомарафонам, где мы три недели работаем вместе. Но, еще раз, у вас 4 миллиона в YouTube смотрят, полтора миллиона в Instagram смотрят, 1,6 даже. И у меня группа всего 50 человек, поэтому большая часть из вас будут пользоваться этими роликами как инструкцией к действию. Итак, давайте разбираться. Значит, у нас с вами есть... Смотрите, родинки, которые провоцируются к росту. Сейчас мы обсудим, почему, откуда. Часто родинки провоцируются к росту из-за скопления пигмента, бородавки и ваши папилломы. Вот это самое интересное. С родинками мы сейчас разберемся во вторую очередь. Смотрите, какая штука. Вот папилломы, да, небольшие, мягкие, бесцветные или пигментные выросты на коже, значит, вызываются обычно они ВПЧ-формой, которая для женщин опасна, значит, и для мужчин, в принципе, как бы так себе. Значит, для... Так, дайте-ка сейчас я проверю. Так, значит, что у меня здесь со звуком? Щелчков, сморчков каких-то. Как у меня звук в Инстаграме, в Ютьюбе? Дайте обратную связь. Нормально ли слышно, воспринимается ли все четко, вся информация как бы к восприятию годится или не работает что-то? Дайте мне, пожалуйста, обратную связь. Значит, Иван говорит, что у нас со звуком более-менее нормально, слышно, да, воспринимается вся информация, все четко. Значит, сейчас я у себя еще включу. Это очень важная тема, ребята, которая может вам спасти жизнь, на самом деле. Я очень хочу, чтобы вы со мной оставались в течение всего эфира. Информация, все четко. Значит, сейчас я у себя еще включу. Это очень важная тема, ребята, которая может вам спасти жизнь. Ну, в принципе, у меня как бы нормально слышно все. Значит, смотрите, какая штука, ребята. По поводу... Спасти жизнь. Почему? Потому что если не лечить осложнения, которые связаны у нас с вами с ВПЧ и которые у женщин могут окончиться раком по-женски, вы понимаете, к чему это все ведет. Поэтому я очень хочу сейчас заострить ваше внимание, она самая опасная. Для мужчин однозначно опасно, для мужчин однозначно иметь бородавки или папилломы на самые частые места. Это руки, кожа, шеи, лицо, вокруг глаза, это половые органы. У женщин точно так же, но только у женщин это опасно, помимо всего прочего, раком по-женски. Существуют прививки, которые ставятся и рекомендуются для женщин, в принципе, от момента полового созревания. Регулярно в некоторых клиниках рекомендуется ставить прививки от ВПЧ опасных раком каждые 10 лет, в некоторых каждые 20 лет. У нас в Чехии, в принципе, пожизненно они ставятся. Прививка проходит в три этапа. Смотрите, какая штука. Я вам могу рекомендовать эти прививки. Они обучат ваш иммунитет справляться с ВПЧ самыми опасными видами более эффективно. Но причина возникновения должна быть понятна. То есть здесь идет речь не только о активной половой жизни, когда вы в риске находитесь заразиться ВПЧ от полового партнера. Ребята, нет, абсолютно не нужно. У детей откуда берется ВПЧ? Когда вот приходят ко мне на консультации родители, присылают фотографии. Я смотрю, значит, попеломы явные, бородавки явные. Передается это все контактно. У детей передается со страшной скоростью и силой в школах, в садиках, в бассейнах. У вас, у взрослых людей передается ВПЧ. Не обязательно иметь половых партнеров, да, как бы постоянно сменяющихся. В баню вы ходите, пожалуйста. В бочку вы залезли, в которую до этого залезло еще 50 человек. Да, она там с хлором, возможно, но он далеко не стерилизует все на свете. Там не та концентрация. Вы прошлись босыми ногами, когда я вот хожу в зал общественный постоянно, да, и вот я вижу этих просто, это же какие-то камикадзе вообще летчики. Парни, ну, в уборную заходишь, когда в мужскую, босыми ногами в туалетную бегают, понимаете, где писсуары, где все стоят в этих вот ботинках, которыми они только что ходили в метро, в бассейн босыми, в баню босыми, в душ босыми. И везде ж висят, как бы, да, на чешском называется упозорнений. Да, внимательно носите тапки, пожалуйста. Пожалуйста, не ходите босыми, пожалуйста, как бы соблюдайте правила гигиены. Да все равно. И вот, как бы, общаясь с гинекологами здесь, в Праге, огромное количество женщин, больше 95% девушек, взрослых и женщин, и мужчин в этом плане тоже, с ВПЧ, но они могут быть не опасного типа ВПЧ. Потому что их более 100 штук разных, понимаете, хорошо изученных, нехорошо изученных, вы можете поднять литературу и посмотреть, какое количество. Более 80 самые распространенные. Некоторые из них канцерогенные. И поэтому прививка, это, в принципе, обоснованная история. А ВПЧ на коже, на вашей, проявляется в виде, значит, папиллом. И папилломы эти у нас с вами могут быть в разных форматах, да, вот у нас с вами есть вирус папилломы на генеталиях у женщин. У нас очень частая проблема, значит, у мужчин на генеталиях точно так же. Дальше у нас с вами, смотрите, папилломы, причины, симптомы. Значит, у нас с вами идет шейная история, когда усыпается все. Потом вокруг глаз, плечи, спина и прочие места. Значит, что вы можете сделать в этом случае? Они бывают разных форм, размеров, эти папилломы. И у вас есть вот такая вот схематическая, да, как бы изображение. Общие, там, подкожные, там, разные, там, разных форм. Но это не имеет никакого значения. Вы можете прямо сегодня уже адресовать вопрос папилломы и в этом случае вопрос бородавки точно так же. Смотрите, двумя способами, в домашних условиях. Еще раз, давайте пройдемся. Вы можете их убрать. Это не значит, что вы куда-то уберете вирус. Вы уберете накожное проявление ВПЧ. Вы уберете накожное проявление бородавок, которые передаются не обязательно половым путем, а контактно. Но, даже если дома у одного члена семьи есть ВПЧ, который он схлопотал в бане после похода с друзьями на Новый год, то, скорее всего, в доме все будут иметь ВПЧ. И у детей чаще всего между пальцами на ступнях ног будет проявляться, могут бородавки идти с черными головками, с такими. Значит, и потом так, смотрите, вокруг глаза, вот эта вот история, видите, вот здесь вот такие вот меленькие точечки, такие вокруг глаза, видите, вот тут на этом схематическом изображении. И внимательно сейчас, смотрите. Значит, у детей самое эффективное, чем вы можете убрать их, у нас есть крема, точнее, не крема, а вот такие вот, ну, как это, шприцом ты его не назовешь. Это больше похоже на ручку такую. Значит, ручка эта работает следующим образом. Значит, вы ее открываете, там есть насадки, вот здесь вот у нас с вами такое вот, как бы, губка такая, и она их замораживает. Нужно быть осторожным и внимательным, чтобы не заморозить лишние кожи. Значит, вы можете их там за одну сессию дома спокойно подморозить, и они отваливаются у вас. Значит, вот эти вот на шейные, на кожу, осторожно вокруг глаз. Значит, если вы подморозите кожу, которая вокруг, будет у вас мертвая кожа, ожог, покраснение слазить будет. Папилломы, сами по себе, почему их нежелательно срывать, и бородавки? Потому что вы можете разнести и заразить окружающие ткани, и, скорее всего, рядом вырастет точно такая же папиллома, или бородавка, или даже еще больше. Лучше всего прижечь вот этим, да, минус здесь абсолютно, ну, на азоте он сделан. Значит, жидкий азот здесь внутри используется, они разные есть, эти ручки, прижегли и все. И второй вариант, который вот сейчас ребята правильно пишут, это при помощи йода. Йод мы берем с вами вот в таком ключе, смотрите, атопический йод, атопический йод для кожи, внимательно, чтобы не сделать ожог. Значит, вы делаете смесь из двух химических, очень мощных, значит, моментов. Вы отжимаете сок из зубка чеснока, внимательно, сок из зубка чеснока вы выжимаете. Дальше вы берете, грубо говоря, там, одну каплю этого сока из одного зубка чеснока, без мякоти, чистый сок. Если вы приложите, если вы когда-нибудь сталкивались с тем, насколько чеснок агрессивную имеет химическую структуру, вы знаете, что чеснок может оставить ожог. И бабушкинский формат приложить чеснок на ночь оставляет ожог. Ребята, одна капля сока чеснока, две капли атопического йода. И вы вот этим солюшеном, раствором, значит, вы наносите на папиллому или на бородавку местно. Обычно за две сессии папилломы нет. Она полностью, как единица кожная, аннигилируется. Когда вы ее замораживаете, погибают все ткани, и она безболезненно отпадает. Когда вы наносите атопический йод и сок чеснока, одну каплю сока чеснока и две капли йода. Точно такой же эффект. Просто вот эта история с, значит, ручкой, да, которая вам абсолютным нулем градусов вот здесь вот подморозит эту всю историю. Нужно осторожно. Йодом нужно осторожно. Пожалуйста, ради всего святого, особенно вокруг глаз. Вокруг гениталия. Очень осторожно. Лучше сделать в клинике, если вы стыдитесь в клинике, очень внимательно. Вы можете кремом намазать вокруг, например, половые проявления вашего ВПЧ. На половых губах или на головке полового члена. Значит, вы наносите жирный крем вокруг ткани, которая повреждена. Значит, возьмем схематически. Значит, возьмем пример. Вот вам, пожалуйста, ткань вокруг вот этого, да, проявления этого, значит, этой папилломы. Крем вокруг, который вы наносите, любой жирный крем. Это может быть крем с цинком, это может быть просто кокосовое масло, это может быть вазелин, это может быть любой защитный жирный крем вокруг этой, да, папилломы или бородавки. И наносите вашу замораживающую историю с этой ручкой или йод вместе с чесноком на ночь и не смываете. Все, этот вопрос как бы этапически убирают лазером, убирают, вы можете пойти в клинику, но многим неудобно в клинику, многим стыдно в клинику, многие боятся в клинику, не хочется, особенно когда половой проявление ВПЧ. Значит, смотрите, теперь папилломы и прочее. Значит, суммаризируем, давайте. Значит, папилломы, родинки, бородавки, значит, различные типы кожных новообразований, которые могут появляться на теле в любом возрасте. Подозрение на наличие, значит, новообразования рекомендуется обратиться к врачу, но стандартную схему мы можем с вами опустить, потому что в большинстве случаев вы обратитесь, он вам скажет, идите лесом. Или обратитесь, он вам скажет, нужно срочно удалять, особенно они любят удалять родинки, почем зря. Ребята, родинки в большинстве случаев абсолютно безопасны. И когда у вас есть метаболический синдром, он в большинстве случаев у вас есть, у вас будут появляться родинки, почем зря, по всему телу, которые вы будете бояться, и ваш врач скажет, что они канцерогенны, они опасны, и вам нельзя быть на солнце. Солнце – это лучший друг человека, помимо всего прочего, это стимулятор витамина Д, который является антираком. Понимаете, какая штука, кожные проявления большого количества родинок всегда связаны с метаболическим синдромом, всегда. И если у вас запущенный метаболический синдром, я делал не один десяток роликов на этот предмет, и у вас жировая печень, у вас будут появляться родинки. И они будут большие, и они будут у вас пропадать и появляться, они могут быть красные, они могут быть черные, они могут быть коричневые. Вопрос родинок на практически 100% решается с решением вопроса метаболического синдрома. Вопрос папилломы и проявления папиллом, потому что у большинства из вас все равно есть ВПЧ. Так или иначе, вы когда-то коснулись перила, до этого касался этого перила человек, который в ВПЧ, и вы его занесли себе, и не обязательно половым путем. Бассейн, баня, трамвайные поручни, и не нужно развивать ОКР по поводу того, чтобы не касаться нигде за чем-то кем-то. Самый главный, и вот сейчас я хочу поднять это отдельно, самый главный триггер проявления опасного, проявления ВПЧ для женщин, которые являются канцерогенным, это ослабевшая иммунная система. ВПЧ, который может вызвать рак, не сразу, а через время, обычно на фоне больших жизненных потрясений, больших тревожных переживаний, конкретно стрессовых событий. Когда происходит горе или беда, потеря близкого человека, неудачная беременность, начало войны, финансовые потрясения, рабочие потрясения, кто-то может переживать по-разному разные ситуации жизненные, но глобальный стресс в нашей практике зачастую показывает, становится точкой отсчета краха иммунной системы и проявления ВПЧ для женщин, опасных раком. И когда мы видим гиперплазию тканей, по-женски, с потенциальным переходом в рак, не сразу, одним из решений вопроса является организация удаления тканей. И если оно уже проявилось, то желательно, конечно, удалить. Вы не можете застраховать себя от разных жизненных ситуаций, вы не можете застраховать себя от эмоциональных потрясений или от семейных каких-то конфликтов, в которых вы можете находиться длительное время. И пускай стресс не глобальный, но он длительный, он тоже вашу иммунную систему очень-очень сильно ослабляет. И в этом плане мои советы по поводу практики стоицизма, мои советы по поводу регулярных загрузок витамином D, цинком и С, они помогают. Но большая часть людей, когда доходит до дела, забывают. Когда конфликт с мужем затяжной, или развод, или конфликт с матерью, или на работе потрясение, или болеет ребенок, или еще какая-то история, очень сложно практиковать стоицизм в реальной жизни. Люди очень слабо справляются с поставленной задачей. Начинают есть херню, простите, пожалуйста, много сладкого, что еще ухудшает работу иммунной системы. Поэтому в этом случае заранее с драмами рассудки я вам рекомендую сделать прививку женщинам, чтобы защитить себя в случае, если вы не справитесь со стрессом, который может через 10 лет случиться, или 15 лет, или 20 лет, или 5 лет. Дай Господь, чтобы никогда не случилось. Но трех, вот эту вот фазную прививку, пожизненную, в этом есть смысл. Значит, визуально вы можете убрать ваши папилломы и бородавки, вот этим способом, который я вам сейчас показал, он абсолютно незамысловатый. Но вирус никуда не денется. Вот этот момент многие не понимают. Вирус в ЭПЧ, который триггерит в вашем организме кожное проявление или генитальное проявление, или который может послужить проявлением, например, там, на глазах, никуда не денется. Вы навсегда, до конца ваших дней будете с этим вирусом. Это не приговор, это не страшно, это правда. Любой вирус, который в вашем организме сходил за кофе, ребята, всем крепкого здоровья. А для тех, кто со мной был в прямом эфире, я всячески прошу изменить наши технические косяки. Наш замечательный интернет отваливается через раз, потому что наводнение в Чехии, и у нас стало в два раза меньше вышек с интернетом. И теперь интернет у нас постоянно отваливается. Значит, смотрите, какая штука. Мы с вами, да, вот, как YouTube потом сошьет это все мероприятие, скорее всего, там паузы вообще не будет. Поэтому прошу, пожалуйста, поддержите пальцем и подпишитесь. Я с вами до обрыва связи, ребята, говорил о том, что ваш ВПЧ и папилломовирус, как таковой, с вами на всю жизнь никуда не денется с подводной лодки. Он не может никуда деться. Он в вашем организме будет навсегда. Это не приговор. Это правда. Так это работает. Ваш герпес-вирус, ваш папилломовирус, вирус любой абсолютно, который вы подцепите. И вирусы – это неживое, мы можем сказать, соединение ДНК, которое может быть подвержено. То есть, ваши клетки могут быть подвержены этого вируса, а могут быть не подвержены этому вирусу. И вот если вы зачерпнете кружечкой воду из открытого водоема, из океана, например, да, вы там найдете десятки тысяч разнообразных типов вирусов, которые, ну, не все для вас подходящие. Какие-то будут подходящие для земляного червяка, какие-то будут подходящие для хомо сапиенс, какие-то будут подходящие для, значит, каких-то растений, понимаете. Вируса задача главная какая? Закрепиться в организме хоста, вот это важно, закрепиться в организме хоста и проявиться, взломав клетку и проникнув в ее ядро, и за счет взлома клетки начать репликацию. Так работает вирус. Вирус сам по себе не живой, и вы можете себе представить вирус как флешку, да, вот флешку, которую вы вставляете в ваш компьютер с памятью. Вот вы вставили, сама по себе флешка, она ничего не решает, но вы ее вставили в ваш компьютер, и дальше компьютер к ней подключается и может получить ее информацию. Вот эта флешка в виде вируса является уникальнейшим абсолютно способом простейшей жизни за счет другого, паразитируя. И вот этот вирус, который для вас в этом случае, о котором сегодня идет речь, да, это ВПЧ, или папиллома, вирус человека. Значит, он в крови будет до последнего вздоха, и он может быть проявлен, может быть не проявлен, и проявляется он тогда, когда он может попасть в клетку вашу, да, целевую. То есть у каждого вируса своя целевая клетка, может быть клетка легочной ткани, может быть клетка половых органов, может быть разные клетки, которые им по тем или иным причинам более, скажем, подходящие. Кожные, почему, собственно, у вас и появляются эти skin tags или ВПЧ проявления на коже в виде папиллом. Так вот, проявляются они тогда, когда им позволено проявиться. А позволено им проявиться, вы же не забывайте, что у вас есть уникальнейшее, мощнейшее оружие против практически любого вируса. Это называется ваша иммунная система. У вас есть несколько этапов иммунной оборонной системы. Первый этап иммунной оборонной системы – это кожный, который должен вас защищать при касании, да, или при проявлении изнутри наружу. Второй – это кожа, следующий – это слизистая, то есть все, что вы глотаете и вдыхаете. Видите, как бы по мере проникновения вовнутрь. Дальше у нас с вами идет кишечная иммунная система и кровяная, в конечном итоге, иммунная система. Ваш ВПЧ, вот вы представьте себе ситуацию, вы пошли в баню. Вы наступили большой ногой на место, где до этого, чтобы вам не было мерзко, была вода у человека, у которого было ВПЧ. Ну, мы скажем так, были выделения или слюни, или человек на пол, понимаете? Или слюни, или сопли, или еще какая-то история, или просто человек сидел вот на бане, да, вот в этом месте, где вы сидите, да, и вот он, что он сделал в бане? Он там протер себя, где-то там все потрогал, дотронулся даже не специально до этой бани, ну, до этого, да, деревяшки до этой. И дальше, вот, собственно, вы получили контакт с ВПЧ. Он может закрепиться, а может и не закрепиться. Скорее всего, если он закрепится, он будет в вашем организме подавлен иммунной системой до момента того стресса, о котором мы с вами говорили. У большинства людей этот стресс нон-стоп, не потому что вокруг вас реальный стресс, который вам угрожает, и вот мы с вами обсуждали, да, там, глобальные потрясения в виде начала войны, в виде потери беременности, в виде развода или потери близкого. У большинства людей этих стрессов нет, или они их не касаются так или иначе, они где-то живут там в своем мультике, у них другой стресс. Другой стресс называется метаболический синдром, и этот стресс, он искусственный, потому что это стресс, который вы наедаете некорректным распределением БЖУ, белков, жиров и углеводов, в своем рационе на день. Вы получаете там 70% калорий из углеводов, потому что это вкусно, приятно, классно, это антистресс, потому что это приятно, еще раз, замечательно, и это удивительно, ну прям нам очень нравится. Поэтому мы получаем больше углеводов, чем нужно. И перманентно, долго, долго, годами, вот этот повышенный инсулин в вашем организме выполняет роль тихого убийцы. Он медленно и тихо вызывает воспалительные процессы, которые ваша иммунная система в конечном итоге не сможет подавить, и она слабеет. И люди, которые проявляют ВПЧ на коже генитально и впоследствии имеют рак, они чаще всего имеют метаболический синдром. Этот метаболический синдром медленно-медленно, потихоньку, по чуть-чуть. Знаете как, одна сигарета вам не дает рак, но пачка на 20 лет каждый день, вот в этом уже о чем-то. Вот если у тебя 70% углеводов в день, то скорее всего метаболический синдром твою иммунную систему так или иначе доконает, и твой ВПЧ начинает понемногу постепенно проявляться. И не нужно глобального стресса, можно вот это иметь. А если есть и глобальный стресс, и эта история, то ВПЧ становится реально проблемой. Помимо того, что кожа усеяна родинками, бородавками и ВПЧ-стимулированными папилломами, это опасно раком по-женски. Удалять их внешне вы можете, мы с вами только что обсудили, вы можете их прижигать вот этим, значит, я вам сейчас покажу еще раз для вновь присоединившихся. Значит, вы можете их удалять при помощи вот этих замораживающих аппликаторов, которые вы наносите внешне. Видите, там минус 80 он пишет, на самом деле он ближе к жидкому азоту даже двигается туда. Значит, вот похожая история. Или классика, которая в бытовых условиях вам скорее всего даже больше доступна. Это две капли атопического йода и одна капля сока чеснока. И обязательно вы защищаете кожу вокруг. Вот ваша папиллома, вокруг вы наносите, например, вазелин или кокосово-масло или какой-то защитный жирный крем. И наносите на папиллому, особенно если речь идет о генитальных или вокруг глаз. Или если вы не хотите идти к косметологу, чтобы вам это делали, осторожно, внимательно, чтобы не дай Господь не повредить кожу вокруг. Особенно это касается вот этих вот, значит, аппликаторов, которые минусом. Вы можете ожечь кожу вокруг, если вы добряче его прям нанесете. Это опасно ожогом. Значит, ожогом в плане, ожог холода, понимаете, обморожением кожи. И так вы понимаете, что ВПЧ передается как угодно, где угодно, ты это не контролируешь. От бани до общественного транспорта. От обуви до, там, вы пошли в боулинг и надели ботинки после кого-то. И далеко не означает, что они обработали этот ботинок каким-то антисептиком, и оно прям помогло-помогло. Вирус будет ждать своего времени глобального потрясения или времени, пока вы ослабеете иммунно из-за метаболического синдрома и проявится. И через годы проявление, закрепление на тканях, которые к нему подвержены, больше всего самое опасное, это не кожное проявление, потому что вы можете его убрать. А самое опасное, это проявление раком по-женски, который часто, женщины редко ходят к гинекологу на предмет, да, но у них берут там, значит, ткани, если есть подозрения до биопсия, значит, но большая часть остается недиагностированной до финальных стадий уже, когда нужно полностью все удалять, потому что это крайне опасно. Пожалуйста, используйте эту информацию, контролируйте ВПЧ крепкой иммунной системой, я полностью поддерживаю идею ставить тройную прививку для стимуляции иммунной системы и защиты вас, потому что вы не знаете, сегодня вы можете справляться со стрессом прекрасно, а завтра вы можете не справиться со стрессом из-за глобального конфликта, сказать все его к чертовой матери, заедать, набирать, оказаться в ситуации, которую вы не можете контролировать, и ваше тело может не справиться с двумя стрессами вируса ВПЧ и тем, что вас, не дай Господь, будет окружать. Поэтому разумно пройти тройную прививку, она стоит каких-то денег, не супер сумасшедших, она проходит фактически безболезненно, ставится в плечо с перерывом в месяц между друг другом, и вы будете застрахованы в этом плане, плюс еще одна такая капелька страховки на всю жизнь вперед. Значит, опасность раком по-женски, и последние исследования, которые я смотрю и вижу, это часто распространяется рак гортани. Это другая история, это, значит, рак гортани, то есть, это уже у мужчин может быть. То есть, здесь, когда мы говорим о сексе с человеком, у которого ВПЧ, или вы его так или иначе подцепили, он у вас, как бы, да, между вами двумя есть, для женщин опасно это онкологии по-женски, у мужчин онкологии по мужскому здоровью нет, но при оральном сексе это может послужить причиной возникновения, последствий поражения тканей у мужчины гортани, и прошу вас, вот привычка пить кипяточек, курить сигареты не стоит. Тоже крепкая иммунная система, и для мужчин, знаете, такая памятка, да, это то, что я вижу, достаточно частые случаи передачи и закрепления ВПЧ на тканях непосредственно у мужчин после орального секса, понимаете, как бы о чем идет речь. Поэтому, пожалуйста, укрепляем иммунную систему, не дадим ВПЧ проявиться, очень такая ситуация для многих непонятная, и многие девушки боятся всего на свете, не нужно бояться, нужно укреплять, и как бы в семьях со стабильными, как бы, да, долгосрочными половыми отношениями не является проблемой, не нужно там предохраняться, но если у одного из партнеров есть, скорее всего, у другого тоже есть. Ставьте прививку, и будет все прекрасно. Если, например, у мужчины есть, там, у женщины, да, там делается конизация, то желательно, пока они все прививки не прошли, если у мужчины активная форма ВПЧ тоже имеется, то секс с презервативом до момента, пока они восстановятся полностью после конизации, и пока мы не пройдем срок хотя бы 6 недель после третьей прививки, тогда можно незащищенный секс даже с постоянным партнером. Пока есть активное повреждение тканей после конизации и срок, пока мы проходим после всех трех прививок, лучше с презервативом. Ребята, пожалуйста, поддержите подпиской и напишите комментарий, Алексей, спасибо за полезный ролик. Каждый день я работаю над тем, чтобы доносить до вас полезную информацию о здоровье. Вся эта информация к вам приходит из нашего курса ПГ-марафон, который имеет лицензию Минздрава Учинской Республики, и каждый день я консультирую, разбираю анализы, борюсь за здоровье в рамках этого курса. Ближайший сезон у нас стартует 13 октября, если вы хотите к нам присоединиться, милости прошу, отправляйте заявку, 50 человек группа, как только будет закрыта, дальше у нас будет октябрьский сезон укомплектован. У вас 4 миллиона смотрят в Инстаграм, господи, в Ютьюбе, 4 в Инстаграме 1,6, 1,5 миллиона. Большая часть из вас помогать себе будете через эти ролики самостоятельно. Для тех, кто к нам собирается, где я еще раз лично консультирую и наша программа, три недели проходит, где анализы, вопросы, постоянная поддержка, витамины, минералы, где мы по-настоящему прям уходим в самое качество, где я с уверенностью могу сказать, что я помог лучше, чем любая консультация. Стоимость трехнедельного курса, как одна часовая консультация у профессионального диетолога, но это по-настоящему меняющий жизнь проект. Под видео в Ютьюбе раскликнули описание, в Инстаграм, пожалуйста, первый пост, инструкции, как нам присоединиться. Я сейчас буду брать ваши комментарии, вопросы, буду вас консультировать, ребята, на предмет тех тем, которые вас интересуют. Поехали, берем.